здравствуйте дорогие друзья меня зовут Ольга Курунова и я рада вас приветствовать на своем канале сегодня у меня снова переделка переделка которая не по моей уже вине сейчас все объясню когда-то давно а именно уже не помню подглядела это был май 21 года я вязала вот такой джемпер джемпер который называется водопад у меня есть на канале мастер-класс как я его вязала подробный рассказ рассказ схема я вам предлагала вот такая схема для этого джемпера вот пожалуйста может кто-то сфотографирует и сейчас кому-то может быть это покажется важным вот и я вязала джемпер джемпер из ализе дива амбре ботик 875 метров на 250 грамм такие были кейки большие круглые помню расход составил 360 грамм это я сейчас описание смотрю или 1260 метров с 21 года моя заказчица постоянно носит эту этот джемпер или эту блузу не знаю как это назвать в общем ей очень нравится блуза кстати отпаренная отпаривала я ее тоже на камеру тоже есть отдельные видео в плейлисте визуальной полезности я внизу наверное буду оставлять ссылки на те видео про которые говорю сегодня и вот она его носит очень часто очень часто и летом практически всегда здесь три четверти рукава вот и вы видите что мне придется переделывать я уже вам все показала да посмотрите какие какая рванина то есть ну это получилось я не знаю как это получилось пришла девушка который я вязала сколол можно как-то это исправить я про себя подумал что это лучше выкинуть и связать что-то другое но не так понимаю что само изделие девушки очень очень нравится ну и что я думала думала во первых здесь подмышки видите стали такие серые них наверное можно было постараться отбелить но вот вот это вот вот это вот ну что здесь как можно исправить я подумала это можно отрезать вот так я еще подмышек не видела между прочим думала вот это отрезать и сюда надо вязать но тогда здесь будет шов виден можно также сделать и на втором рукаве отрезать и надо вязать ну думаю будет виден шов я опущу сюда косичку горизонтальную и все будет нормально потом думала думала вот еще нитки во время от времени появляются везде вот здесь еще и вот тут вот такая в общем беда вязался рукав снизу вверх если по навязался сверху вниз было бы проще распусти и распусти надвяжи но здесь еще одна сложность если я отрезаю и вниз то у меня вот пряжа видите это амбре эффект амбре и она отличается вот от этой если я отрежу и начну вот от остатки пряжи навязать то здесь будет полоса не только горизонтальный переход между узором скажем как полоса еще и цветовая но это будет вообще некрасиво ну и вы понимаете что же я придумала я придумала связать два рукава с заново то есть я опять также снизу вверх вижу два рукава здесь также у меня убавки идут вот у меня что я нашла мне же надо вспомнить я что же я забыть связала изделие забыла то есть изделие вяжется у меня вот таким образом как бы типа реглана его также вяжется рукав убавки насколько я смогла прочитать у меня были 1 петля 2 петли в ряду 1 петля 2 петли в ряду с каждой стороны вот и потом шла обвязка обвязка кстати у меня по горловине делаем обвязку по узору вопрос какой узор и и самого изделия но такие у меня есть иногда сумасшедшие записки но узор я нашла сама же посмотрела свой мастер-класс и нашла вот этот узор распечатала его а сейчас буду вязать рукава но для того чтобы связать рукава мне надо размотать нить и посмотреть она же тоже амбре она не вся будет идти такого цвета то есть у нее цвет будет постепенно постепенно меняться и мне нужно чтобы у меня два рукава но были примерно одинаковые не помню сколько мы брали наверное два матка до 360 грамм значит два матка здесь скорее всего по моей логике вот в этой бобинки дал вот в этом матке должно остаться два отрезка один от одного матка другой от другого матка потому что насколько я вспоминаю я рукава вязала от разных матков то есть брала начала матка или середину матка что там светлого цвета это было и вязала вот так вот два рукава параллельно с двух матков с одной той же нити чтобы они были примерно одинаковые по цветовой гамме вот тоже самое я делаю со спинкой так а здесь меня в круговую вязалась спинка и перед довязывала вот эту часть потом на спинке довязывала эту часть но здесь вроде переходов не видно в общем когда вы вяжете из пряжи амбре вам рит я рекомендую брать два матка и вязать одни и те же детали с двух матков например с одного матка один рукав с другу с другого второй рукав и также с одного матка одной из шивные изделия перед из другого матка спинка чтобы у вас были примерно одинаковые вот такие дела такое да ну короче я сейчас перематываю пряжу и придумываю что делать дальше с этим проектом мои дорогие друзья не все так просто как казалось немножечко я ошиблась в расчетах сейчас догадалась почему вот я перемотала бобинку специально чтобы не видеть было все цвета ну и вы видите в конце у нас идет вернее в серединке матка идет такой светлый цвет и потом он медленно медленно переходит вот в этот темный и это все остаток от одного матка вот темный цвет от второго матка вот же он у меня вот я вывязывала от одного матка потом я взяла у меня остаток был от первого матка я начала вязать один рукав со светлой стороны. И второй рукав от нового мотка я начала вязать тоже со светлой стороны. И вот когда я связала два рукава, сшила их, сделала обвязку, у меня остался остаток от второго мотка. Первый моток ушел весь в ноль. Поэтому, как вы понимаете, если сейчас я из этого мотка начну вязать два рукава, а он один, у меня один рукав получится вот такой темный, а второй рукав получится вот таким светлым. Но это не есть хорошо. Думала, думала, и что я надумала? Я сейчас постараюсь аккуратненько, во-первых, сначала в данный момент я это изделие постараюсь отстирать, отстирать подмышками вот эту серость всю. Попробую убрать своим любимым средством O2Clean, как всегда. Вот, попробую убрать с подмышек белизну, вернее вот эту вот темноту. Постараюсь, посмотрю, пройдет или не пройдет номер. Так, это первое. Потом, когда изделие высохнет, я попробую распороть вот этот рукав и здесь выпороть его, чтобы не убирать обвязку. Я попробую, я не знаю, удастся мне или нет. Если не удастся, придется распарывать всю обвязку, перевязывать рукав и потом делать обвязку. Распущу эту нить рукава, вот до этого безобразие. Вот до этого я все распускаю. А здесь потом вот это вырезаю, условно, нитку эту. Дальше эта нить у меня идет. Здесь у меня тоже, видите, как порвано. То есть вот до сюда, но пока идет ровная нить, я ее всю беру и потом с нее же я и начну вязать второй рукав. Я не буду эту нить не отпарывать, ничего делать. Вот как она есть кудряшками, так я ее кудряшками оставлю и буду вязать из этой нити. Потом я отпарю изделие и все встанет на свои места. Во всяком случае у меня в мыслях так. Ну, деваться некуда. Наверное, буду делать так. Прошел день и что мы имеем? Джемпер, все осталось как было, даже обвязка. Я срезала, получается распорола рукав, тот который мне нужно было перевязывать. Распорола. Обвязку я отложила на булавки аккуратно, то есть я обвязывала потом. Но я, когда распарывала рукав, аккуратненько вот здесь всю обвязку собрала на спид, на булавку, чтобы потом пришить к ней рукав. И рукав начала вязать заново из тех ниток, которые у меня, в которыми, в принципе, и был отвязан рукав. Я распорола полностью весь рукав. Тот участок, где были дыры, я выкинула ниток. Ну, то есть вот здесь столько и в конце немножечко ниток. Они все выкинулись, поэтому теперь рукав по цвету будет немножко отличаться. То есть видите, он идет, 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 идет. Такой же светлый. То есть вот здесь темный только-только начинается где-то вот в этом уровне. У меня уже вот отсюда пошло темное. Остаток совсем чуть-чуть. Нитку не отпаривала, ничего с ней не делала, не выпрямляла. После того, как я отвязала вот эту часть рукава, надо было мне вам сейчас ее показать. Эх, не сообразила. Ну, вот видите, я вяжу кудрявой ниткой. Вот она, в принципе. А дальше идет ровная, потому что рукав я отпарила. Когда я его вязала, он весь был такой смятый, весь скомканный, сжамканный. И посмотрите, вот Дива была отпаренная. Я ее распорола. Многие говорят, что Дива после отпаривания совсем другая становится. Ничего подобного. Из распущенной нити я связала рукав, снова его отпарила. И он, в принципе, видите, даже по размеру чуть-чуть пошире, чем прежний рукав. Но это, я думаю, я его сильно хорошо отпарила. Вот. То есть, видите, он абсолютно такой же. Вот. И вид у него такой же, как у этого рукава. Только чуть потемнее, потому что, повторюсь, участки белые, которые более-менее светлые, я их практически все выкинула и начала вязать рукав. То есть, конец рукава у меня, скорее всего, пойдет вот отсюда. Нитка здесь, наверное, будет где-то какая-то полосочка вот здесь, вот, наверное, в этом уровне, потому что нитка у меня осталась всего на два ряда. Я сейчас вот здесь нахожусь, вот тут. У меня осталось немножко довязать и начинать делать как бы реглан. Вот. И нитка отсюда пойдет дальше на рукав. Ну, как получится уже, а там будем посмотреть. Вот. Поэтому не бойтесь переделок. Ну, держу вас в курсе, еще подключусь. Дорогие друзья, история моей переделки подходит уже к концу. У меня связан рукав, я его уже вшила вот сюда. Помните, здесь на булавке были у меня петли. Все, я вшила, чтобы не распарывать обработку. Я сюда прям втачала рукав. И мне осталось только сделать один-единственный шов. Шов притачивания, втачать рукав в изделие. Вот, вот этот шовчик. Сейчас я его сделаю и мое изделие снова, как новое. Ну, вот и переделка готова. Я повесила уже на маникел, отпарила полностью весь рукав. Вот он, пожалуйста. Это новый рукав. Вот здесь, если вам видно, проходит полоса. Здесь чуть потемнеет цвет, здесь светлее. Ну, это все, что я могла сделать. Вот рукав был и вот рукав стал. По-моему, все нормально. Все отлично. И девушка еще с удовольствием будет носить это изделие. Вот такая переделка получилась. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание и желаю вам всего самого-самого доброго, мирного, спокойного. Самое главное, берегите себя и свою семью. Ну, а я с вами буду прощаться. До скорых встреч и пока-пока!